Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события со 26 октября. Поехали! Дожди, сильный ветер и град нанесли ущерб в уезде Кастанца, Румыния, который в течение нескольких часов находился под предупреждениями «Оранжевый кот» и «Желтый кот» в нестабильной погоде. Впоследствия неблагоприятной погоды наблюдались также в городе Неводаре, где сильный ветер повалил несколько деревьев, а также повредил крыши нескольких зданий. Утром в Неводаре шел сильный дождь, дул сильный ветер и выпал крупный град. С момента вступления в силу «Оранжевого кода» было получено более 20 звонков с освещением о наводнениях в домохозяйствах или затопленных домах, а также поваленных деревьев на дороге. На некоторых участках толщина града достигала одного метра. Больше всего пострадал поселок Плазумик, где наводнение перекрыло доступ к дому, в котором находились пять человек, в том числе и двое детей. Шторм с сильным ветром и дождем обрушился на несколько районов в центре и к югу от Кориентеса и привел к сорванным крышам, обрушению стен домов, поваленным столбам, деревьям и обрыву электрических кабелей, а также отключению электроэнергии у значительной части населения в Аргентине. Порывы ветра достигали 70 км в час. Помимо ветра на город обрушилось 90 мм осадков в виде дождя. Пострадавшим населенным пунктом также были Гоя, Мерседес, Сан-Лоренцо и сельские районы. Последствия и ущерб в настоящее время изучаются. Серьезно пострадало около двадцати домов. В Эль-Пуэйститу департамент Буруяку был отмечен сильный град, который длился около 25 минут. Он сопровождался сильными порывами ветра до 80 км в час. Местный директор гражданской обороны Хуан Андрес Диас подтвердил, что сильный шторм начался около 19.30 по местному времени с обильного града. Потом пошел дождь и сильный ветер. Это привело к падению столбов, поврежденных линий электропередач. Вулкан Эбеко на острове Парамушир, который входит в состав архипелага Курильские острова, Россия, выбросил в небо столбепа на высоту около пяти километров, сообщила в понедельник Камчатская группа реагирования на извержение вулкана. Как отметили в Кверд, высота вулканического облака составила 4-5 километров. Умеренное извержение вулкана продолжается. Взрывы пепла на высоту 6-7 километров над уровнем моря могут произойти в любой момент. Текущая деятельность может повлиять на низколетящие самолеты. Уровень авиационной готовности оранжевый. Начавшиеся в начале октября извержение высочайшего в Евразии действующего вулкана Ключевского находится в начальной стадии и постепенно усиливается. Высота выбросов из кратера в последние дни стала достигать 450-500 метров. Извержение вулкана возобновилось после двухмесячного перерыва в первых числах октября. До этого Исполин проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020. Тысячи людей получили приказ об эвакуации, поскольку пожарные атакуют возникший в понедельник рано утром пожар, который быстро распространился в районе каньона Сантьяго, округ Оридж, Калифорния. Два пожарных было тяжело ранены во время тушения пожара, который начался примерно в 7 часов утра. Пожар Сильверада, раздуваемый чрезвычайно сильными ветрами, распространился на более чем 200 гектар. А уже примерно через три часа возле дорог каньона Сантьяго и каньона Сальверада пожар был оценен на площади уже 800 гектар. Двое пожарных были тяжело ранены во время борьбы с быстро распространяющимся растительным пожаром, вспыхнувшим возле Ирвина в понедельник утром, что вызвало обязательную эвакуацию тысячи жителей, поскольку в регионе дул сильный ветер. Было эвакуировано около 22 тысяч домов, пострадало около 90 тысяч жителей. Около 500 пожарных трудятся над тушением огня. Сильные ветры и проливные дожди тайфуна Квинта уничтожили почти 100% сельхозхозяйственных культур в двух восточных городах Миндору, заявили во вторник официальные лица. Как ранее сообщал Национальный совет по снижению риска бедствий и управлению, в результате тайфуна Квинта погибло не менее двух людей и было эвакуировано около 150 тысяч человек в Лусоне и в некоторых частях Висайских островов. По меньшей мере 13 человек пропали без вести. Квинта также уничтожила почти все урожаи бананов и несколько кокосов в городе Поло, где рано утром в понедельник достигла своего пятого и последнего выкода на берег. Тайфун сопровождался устойчивым ветром в 125 км в час и порывами до 180 км в час. На Колорадо обрушились снегопады, тем самым на какое-то время снизив пожароопасность в регионе, но крупные пожары все равно продолжают гореть несмотря ни на что. По данным Министерства транспорта Колорадо, из-за того, что в понедельник утром метель снизила видимость в нескольких районах, а на большинстве автомагистрали местами и обледенел, было выпишено предупреждение о ненужных поездках в понедельник по всему штату есть обледеневшие и заснеженные дороги. В некоторых районах высота снежного покрова достигают отметки в 30 сантиметров и более. Рядом с границами национального парка «Земля леопарда» в Хасанском районе Приморья целые сутки тушили первый в этом сезоне крупный пожар. По предварительной оценке в огне пострадало несколько тысяч гектаров на сопредельной территории. Как отмечают в пресс-службе, причиной возгорания мог быть поджог. Огонь занялся южнее поселка Рязановка в субботу. Из-за сильного ветра, достигающего 14 метров в секунду, он быстро распространился и в итоге подобрался к парку. Сейчас пожар полностью локализован. Справиться с возгоранием помогли подготовительные, заранее минерализованные полосы, которые послужили барьером. Провал воронки, открывшийся на прошлой неделе на севере Флориды, расширился, в результате чего власти призвали жителей шести ближайших домов эвакуироваться. Воронка имела ширину 15 метров и глубину около 9 и продолжает постоянно увеличиваться. На время, пока службы не поймут, как остановить этот процесс и не сочтут, что это место безопасно, людям не разрешат вернуться в свои дома, находящиеся в радиусе этой воронки. Сильный ветер обрушился на муниципалитет Итапаран, Бразилия, входит в штат Матогросу-Дусу. На видео показан тот момент, когда ветер срывает крышу зернового склада во время шторма в понедельник. Согласно данным ИнМЭД, Национальный институт метрологии, сегодня утром в Итапаране порывы ветра достигали в скорости 74,5 км в час. Суммарное количество зарегистрированных осадков составило 30,8 мм. В этот понедельник компания ИнМЭД выпустила штормовое предупреждение для большей части Матогросу с риском ветра до 100 км в час. Пока что самый сильный порыв ветра был зафиксирован в Карапу со скоростью 81 км в час. За сутки на земле произошло 176 землетрясений магнитудой от 2,0 до 5,9. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо вам за внимание и до завтра.